В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Ракотская. Здравствуйте! И сегодня мы будем говорить об уникальной находке, сделанной на русском острове Ихтиозавре. В гостях у нас Юрий Дмитриевич Захаров, великий аммонитчик, сотрудник Дальневосточного геологического института ДВОРАН. Лилия Геннадьевна Кондрашова, руководитель проекта «Наука в путешествии Приморье» и Вадим Покровский, сотрудник Приморского океанариума. Здравствуйте! Здравствуйте! Лилия Геннадьевна, сделана уникальная находка на русском острове, обнаружены, сейчас вы меня поправите, я знаю, останки древнего Ихтиозавра. И сделана эта находка не специально. Не случайно? Да, и может быть даже и не случайно, никто её не искал. Это была прогулка ребят, и обнаружил её 7-летний Дима Сиренко. Первый вопрос, конечно, к вам. Каким образом всё это произошло? Как нашли? Вообще, я думаю, что важным, наверное, моментом будет акцент на проект. Потому что проект «Наука в путешествии», он как раз предлагает семьям приморским такой совершенно оригинальный сценарий отдыха на берегу моря и прогулок на берегу моря. Не просто отдых, а исследовательская экспедиция. И те, кто нашли эти ископаемые остатки, они как раз три года участвовали в проекте. То есть Дима и Вероника Сиренко, которые нашли окаменелость эту, и Алиса Припаньковская, которая второй год участвовала в проекте, они мечтали и интересовались. Именно палеонтологии, и два года назад они об этом нам рассказали, что на самом деле их главная цель в поисках и исследовательских экспедициях – это найти что-то большое ископаемое. И вот эта мечта сбылась. И, конечно, мы называем эти три имени детей, мы называем именно родителей, потому что, конечно, в нашем проекте очень важна активность и интерес родителей, которые, выезжая на морское побережье, с детьми смотрят, исследуют. И, в общем-то, отряд «Сирены» экспедиционный, это у нас такая, как бы в нашем проекте, каждая семья участников называет себя каким-то названием. И вот отряд «Сирены» – они у нас лидеры в палеонтологических находках. За этот год у нас было таких девять находок, и вот пять из них нашли «Сирены» семья Сиренко. – Ну вот послушайте, я житель Владивостока, я живу на этой же земле, на этой же территории, и точно так же часто бываю на Русском острове. Но я бы прошла и не поняла, каким образом поняли ребята, школьники. У них есть образование? Они уже находили какие-то другие окаменелости, аммониты, отпечатки брахиопод плеченогих. Они читали, они задавали вопросы. То есть та очень важная часть нашего проекта – это возможность свою находку попытаться определить самим, а потом отправить нам в проект вопрос с фотографиями, чтобы помогли определить точно. Поэтому, когда мама Александра прислала нам вопросы фотографии, мы уже закрыли вообще-то сезон вопросов и летний наш активный сезон, но она написала, что это что-то очень важное, поэтому мы вам отправляем «Помогите определить». Очень важный момент – не только самим интересоваться и заинтересовывать детей, но понимать, куда ты можешь обратиться. Конечно, есть книжки, но гораздо эффективнее работает система проекта «Наука в путешествии». Мы связываем жителей края и учёных разных областей, не только геологов, палеонтологов, но и ботаников, зоологов. И получается, что вот эта вот связь и возможность задать вопрос и очень быстро получить ответ, она как раз очень важна в том, чтобы люди, которые что-то находят, продолжали искать дальше, чтобы у них был этот интерес, потому что это интересно не только им, но и научным сотрудникам. Юрий Дмитриевич, в первую очередь находка заинтересовала, естественно, учёных, и хотелось бы вам вопрос адресовать. Что было сделано, нашли, да, останки, остатки ихтиозавра? Каким образом начались исследования, как их начали производить? Первое, что мне нужно было сделать, определить, в какой части разреза был найден ихтиозавр. Для того, чтобы предварительно каким-то образом оценить находку, мы, Дальневосточный геологический институт ДОРАН пригласила специалиста по ископаемым позвоночникам из Благовещенска, Юрия Леонидовича Болоцкого. Болоцкий осмотрел это место нахождения и сделал такой вывод, что вот этот ихтиозавр лежит на левом боку. На этой глыбе, где он найден, видны 12 рёбер правого бока. А предполагается, что левый бок с другими рёбрами и с позвоночным столбом, и, возможно, с остатками или целым, черепом находится в этой породе. Поскольку вот таких всех признаков не удалось, основных признаков не удалось увидеть у этого ихтиозавра, в настоящее время невозможно определить, какому виду, какому роду или семейству принадлежит этот ихтиозавр. Это дело будущего, и после препарирования, возможно, будет дан ответ на этот вопрос. А сколько лет этим останкам? Это вот как раз по моей части. Меня пригласили осмотреть это место. Ихтиозавр был найден на юго-восточном побережье острова Русский, между мысами Вятлина и Ахлёса, что вот эта стрелка показывает, место находки. В этой части распространены морские отложения, так называемой Каразинской свиты. Отложения этой свиты накапливались в районе острова, может быть, в течение двух-трех миллионов лет. И за это время накопилась большая толщина, толщиной, или, как геологи называют, мощностью, больше 120 метров. Свита сложена песчанистыми оливролитами, полощитами и пятнистыми. Имеют прослои песчаников, крупные стяжения, так называемые конкреции, в которых часто встречаются вот эти аммониты. В самих оливролитах часто встречаются следы ползания и жизнедеятельности ископаемых червей и лоедов. В нижней части свиты, это ближе к району бухты Чернышова, находили большие скопления зубов акул. В основании свиты встречены прослои вулканических туфов, что свидетельствует о кратковременной вулканической активности в это время. Ихтиазар был встречен в средней части этой свиты. Результаты изучения всего комплекса аммониты показывают, что вот эта свита соответствует агонезийскому ярусу международной шкалы. Вот на этой стрелке показано место этой находки. И точнее удалось определить, что находка была сделана в зоне акрохардистов с кипарисами. Вот этот вид представляет собой зональный вид индекса для этой зоны. То есть вот эталон, по которому можно ориентироваться. Поскольку мы знаем, имеем вот такую современную международную шкалу хронологическую, и точное положение находки для нас не составило большого труда определить геологический возраст этой находки. Мы оцениваем, что Ихтиазар, найденный, существовал примерно 245-245,5 миллионов лет назад. Это же 200, это почти 250 миллионов лет назад. С Вадимом мы говорили об этом. Это же невозможно представить. Абсолютно невозможно представить. Еще один вопрос. Я не знаю, кому из вас его адресовать будет правильнее. А что же здесь было на месте нашего Владивостока и на месте Русского острова в то время, когда жил этот самый Ихтиазар? Так, я тут хочу адресовать вас картинки, которые приведены в недавно опубликованной нами коллективной монографии. Здесь имеется глава, наша глава, и в этой главе имеется вот такая полигеографическая карта. В начале Триасового периода не было обычных для нас континентов в это время. Африки, Австралии, Антарктиды, Южной и Северной Америки. А был единый материк, вот черным цветом показан, так называемая Пангея. Не было Антлантического океана, а был единый океан, называемый Пантеласа. Вот в этой части, в высоких широтах, красным кружком, показано место расположения так называемых сибирских трапов. Это место излияния большого объема базальтов на рубеже Палязо и Мезозоя. Вот это событие вызвало, можно сказать, большую экологическую катастрофу на Земле. И произошли существенные изменения в атмосфере и в гидросфере. И это привело к массовому вымиранию. Примерно 95% таксонов родового ранга морских организмов вымерло в это время. Если мы вспомним вымирание на рубеже мелой палеогена, когда вымерли динозавры, ихтиозавры, вымерли аммониты и многие другие группы, то можно вспомнить, что именно этому событию также предшествовала масса крупного излияния базальтов уже в другом месте, не на севере Сибири, а в Африке, это диканские трапы, так называемые. После этого вымирания произошли события, связанные с восстановлением морских и континентальных фаун и флор. Но это восстановление было затруднено распространением очень высокой температуры на Земле. И вот в периоды, когда эта температура несколько снижалась, в это время более активно происходило восстановление этих фаун и флор. К числу вот таких отрезков времени, более благоприятных для восстановления, принадлежит и вот этот Танезийский век. Это время развития их тезаров, а тут у нас на Дальнем Востоке. На территории Приморья, в ранее 30-е время, большая часть Южного Приморья была покрыта морем. И вот места расположения кампуса на русском и океанариуме, тоже эти места находились покрыты морем, где господствовали ихтиозавры, акулы. Ну и существовали множество аммонитов и других групп, которыми питались вот эти ихтиозавры. Про Приморский океанариум заговорили, раз уж, да, Вадим, к вам вопрос. Сейчас исследования происходят на базе, скажем так, Приморского океанариума, туда доставлена эта находка. В чем живет сегодня Приморский океанариум? Совершенно верно. Находка была доставлена в Приморский океанариум. Сказать, что сейчас уже ведутся исследования, мы не можем, потому что для того, чтобы их начать, необходимы специалисты конкретно по ихтиозавру. И такие специалисты у нас в стране есть. Главный Юрий Дмитриевич сейчас аммонитчик, а вот тут вот специалист по ихтиозаврам, живет в Саратове. Это Максим Архангельский, который с удовольствием принял наше приглашение. И мы ждем его, поскольку он преподает в Саратовском университете государством, он не может сейчас отказаться от преподавания. И поэтому, как только у него будет свободное время, он к нам приедет. Но тем временем эта огромная плита не может лежать без дела, поскольку если мы ее сейчас оставим без внимания, она может просто рассыпаться. Даже если к ней никто не будет подходить, под влиянием температуры, различных факторов, высушивание, наоборот, повышение влажности, она может рассыпаться. И в связи с этим было принято решение с учеными о том, чтобы ее сейчас законсервировать. То есть там была придумана методика о том, чтобы ее максимально защитить и дождаться специалистов. А поскольку океанариум является частью Национального центра морской биологии, я думаю, что мы пригласим не только отечественных ученых. Этим находкой заинтересуются ученые из-за рубежа, поэтому мы готовы стать вот такой вот базой для общих исследований. И дальше будет экспонироваться также в Приморском океанариуме? Ну, тоже надо понимать, что это будет не завтра, не послезавтра и даже не на следующий год, поскольку работа предстоит очень кропотливая, слой за слоем будут убираться фрагменты породы для того, чтобы освободить вот этот вот скелет, который остался. И может найти голову. Может быть найти голову, хотя бы затылочную часть, чтобы определить все-таки его вид и, скажем, познакомиться уже более близко с этим доисторическим существом. Конечно же, мы, поскольку основная наша задача – это популяризация науки, мы, конечно же, со временем этот экспонат выставим в экспозиции, посвященной эволюции. К слову сказать, эта экспозиция самая большая среди океанариумов мира, и там этот экспонат займет достойное место. Лилия Геннадьевна, так про голову вы их диазавра активно говорили. В чем же такая ценность, что так важно? Нашли ее, не нашли? Есть ли предпосылки? Ну, Юрий Дмитриевич и Юрий Леонидович Болоцкий тоже говорили о том, чтобы определить, что это за их диазавр. Продолжить дальнейшие исследования недостаточно того, что найдено. Нужно продолжать исследования и находки. Поэтому, конечно, те, кто нашли две семьи, они теперь мечтают найти хотя бы какие-то фрагменты головы. Может быть, им повезет, потому что они действительно очень серьезно к этому отнеслись. Ну и мы будем ожидать, конечно, интриги, что скрывает эта плита. Потому что, в общем-то, надежда есть. И тогда действительно этот экспонат будет иметь очень высокую научную ценность. Но ценность для популяризации науки и для экспонирования он имеет безусловно. И я бы хотела еще про его ценность рассказать. На самом деле, этот ихтиазавр, я теперь это называю, это явление, эффектом ихтиазавра, он связал очень много людей. То есть, если мы с вами перенесемся из Триаса уже в этот год, то после тайфуна Майсак разрушились, вообще побережье очень сильно изменилось, и были найдены эти ископаемые остатки, которые прислали нам в проект. Но у нас в проекте есть организация, которая курирует палеонтологические находки. Это клуб любителей динозавров. Такой прекрасный палеонтологический кружок для детей и для дошкольников, и для школьников. И они отправили эти вопросы палеонтологам в Москву и в Санкт-Петербург. Ярославу Попову в Дарвиновский музей, который сказал, да, скорее всего, потому что руководитель клуба Светлана Лайлетина сразу сказала, кажется мне, что это могут быть ребра ихтиазавра. Так вот, палеонтолог Дарвиновского музея, а потом палеонтологи Санкт-Петербургского университета Павел Скучас и Дмитрий Григорьев, который тоже, кстати, специалист по морским рептилиям, по мозазаврам он специалист, сказали, это ихтиазавр. Вы что, ребята, это серьёзная находка? С Дальнего Востока таких очень мало. И тут, конечно, наш музей ведёт этот проект уже 5 лет, курирует и инициировал его музей Национального научного центра морской биологии. Мы поняли, какая высокая ответственность на нас лежит, чтобы решения были приняты правильные. Нужно было, чтобы обязательно это было не потеряно для науки. Кстати, первооткрыватели поступили очень грамотно. Они когда нашли это, они замаскировали эту плиту, чтобы никто не наткнулся и не разрушил. Мы отправили всё в геологический институт. И когда через день нам позвонили и сказали, да, всё, начинаем работу, приедут ещё специалисты из Благовещенска, это было большой радостью для нас. И, собственно, вот все перечисленные в это включились. И уже когда мы знали, что приезжают палеонтологи из Благовещенска, мы, конечно, в музеи обсудили, что очень важно, чтобы эта находка правильно хранилась, и всё-таки чтобы её увидели жители Приморья. Поэтому мы сказали палеонтологам из Благовещенска, геологам сказали, что вы принимаете решение сами, где будет храниться эта плита. И сообщили в Приморский океанариум, что есть такая удивительная находка, и что, конечно, для просветительских программ и для экспозиции это невероятная ценность, потому что это ископаемая морская рептилия. И океанариум сказал, да, это здорово. Мы сказали, а как бы про это рассказать? Потому что у проекта нет таких ресурсов, а в океанариуме такая прекрасная пресс-служба. И, в общем, это ихтиозавр, который связал очень много людей, очень много научных институтов. И когда приехал Юрий Леонидович Болоцкий, и выехала группа сотрудников Дальневосточного геологического института, а в Благовещенске это институт геологии и природопользования, тоже Дальневосточного отделения РАН, сказали, плиту-то вывозить надо, иначе разрушится она. И тут... В работу вступил океанариум. Да, да. Мы позвонили в океанариум, говорим, может быть, океанариум, который может решать большие задачи, сможет с этим справиться. И вот все вместе спланировали, как осуществить вывоз. Приняли решение сотрудники Благовещенске, Дальневосточного геологического института и океанариума, как дальше поступать с плитой. И мы стали спать спокойно, потому что все это было в надежных руках. И сейчас мы понимаем, что на самом деле история только началась. Теперь у нас есть Саратовский университет, теперь у нас есть специалисты за рубежом, у нас есть еще много людей, которые помогают решать вопросы. Например, нам в наш паблик в инстаграме уже пишут свои предложения, как можно все-таки просветить эту плиту и чем. То есть люди включаются в решение задач, поэтому мы считаем, что это ихтиозавр, связанный одним ихтиозавром. И группа этих людей становится все больше и больше. Присоединяйтесь. Мне кажется, заинтересованных сейчас крайне много, особенно после публикации в СМИ, когда все говорят, как у нас во Владивостоке нашли ихтиозавра. Как мне сказал Вадим, так я вообще просто была в восторге, что оказывается ихтиозавры жили еще до динозавров. Это так? Ранние динозавры появились чуть-чуть, где-то на заре. На заре Юры. Я думаю, что сейчас могу закопаться в подробности. Вас можно слушать бесконечно. Мне и до этого казалось, что история с ихтиозавром слегка похожа на сказку, а теперь, когда это все... Это фантастика. Да, это просто какая-то фантастика. На самом деле, это третья находка ископаемой морской рептилии. Если, вот по крайней мере, насколько я это знаю, Юрий Дмитриевич может меня поправит. Был плезиозавр, потом талодус. Кто был? Да, Юрий Дмитриевич. Расскажите нам. Три знакомых науки ихтиозавра на территории края морских. До этой находки... До этой находки, да. Вот этот же Архангельский описал челюсть с зубами, которую нашли в районе бухты Парис, водоразельной части. Но эта находка была сделана также в этой зоне Акархардицероски Парисови, но в нижней ее части. Вот эта находка нового ихтиозавра в средней части. То есть, тот был немножко древнее новой находки. А вообще на Дальнем Востоке первая находка была сделана, имея в виду и северные районы, и южные, первая находка была сделана больше 70 лет назад в районе Магадана. В Южном Приморье, но первая находка была тремя десятилетиями позже, найдена Шишкиным из Московского палеонтологического института на западном побережье Амурского залива, в районе мыса Атласова. Это так называемые Данелловые слои среднего Триаса. Шишкин немного позднее описал хищную амфибию с мыса Житкова. Но это не ихтизавр, а земноводная амфибия. Хищная амфибия. Мы с Поповым находили большие скопления ребер, тоже на западном побережье Амурского залива, в 500 метрах от мыса Угольной. Кроме этого, разрозненные ребра и отдельные фрагменты скелета, по-видимому, тоже ихтизавра, находили во время наших исследований во многих разрезах Южного Приморья. – То есть это множественные, но были самые яркие с публикациями? – Да, ценность этого, что это цельный организм. А очень много разрозненных, просто отдельных ребер, рассеянных по разрезам, часто встречается и в нижнем Триасе, и в среднем Триасе. То есть ихтизавры здесь обитали и в ранне Триасовую эпоху, и в средне Триасовую эпоху. В то время как все находки на севере Дальнего Востока, они были поздние, то есть из верхнего Триаса – Карни, Нори, и среднего Триаса – и ладинских отношений. То есть те находки техтизавров более молодые в биологическом отношении, по сравнению с нашими находками на юге Дальнего Востока. – То есть если сейчас обнаружится большее количество исследуемого материала, можно будет говорить о каких-то новых открытиях, о том, что можно будет сделать какие-то новые открытия относительно того, какой здесь была жизнь, или уже все известно? – Если вы говорите о находке 2014 года, которую сделал Игорь Борисов, палеонтолог-любитель, там уникальность находки в том, что доказали, что эти ахтиазавры ранее находились только в Западной Германии. То есть их объединил нашу находку, и находки немецкие объединили единый ареал, и таким образом доказали, что океан Тетис, который существовал, этот род динозавров, не динозавров, всех поправляй и сам же попался на этом, этот вот их ахтиазавров опитал повсеместно в той области. Наша находка, не наша, а наша общая, наша общая находка на сегодняшний день уникальна именно сохранностью материала, большим количеством материала. Поэтому это уже не два зуба, не фрагмент челюсти, не остатки ребер, а действительно неполноценный скелет, но всё же… – Очень приличная часть. – Да, очень приличная часть, и такой ещё не было на территории России. – Ещё раз скажем тогда спасибо внимательным и родителям, и детям, в первую очередь Веронике и Диме Серенко, и Алисе Припаньковской. – Первооткрывателем, да. – А это дети, наверное, будущие учёные или нет? Вот этот проект, который он занимается чем? Он воспитывает будущих учёных, или это просто ребята, которые интересуются наукой? – На самом деле это проект, который в первую очередь превращает родителей в популяризаторов науки, потому что родители же всё-таки вывозят детей, помогают вопросам детским дойти до нас, и у нас нет цели вырастить учёных, хотя, конечно, тайно мы полагаем, что они будут. И у нас уже есть за пять лет проекта такие примеры, но главное – это то, что любой человек в своей обычной жизни, используя научный метод, наблюдая, может делать открытие на каждом шагу. Мне кажется, что это просто человеческое любопытство, умение задавать вопросы, выдвигать гипотезы, и это для каждого человека характерно, просто важно, чтобы это поддерживалось родителям, чтобы были какие-то проекты, были какие-то кружки, и тогда у нас есть надежда, что будут и учёные. В нашем институте была создана 45 лет назад ещё Малая Академия морской биологии для старшеклассников, она работает, и очень многие, больше 25% выпускников стали научными сотрудниками. То есть это вообще будет, но не 100% участников. Конечно, этого и не нужно у нас. Нам нужны настоящие учёные, которые поедут в поле, в экспедицию, которые не будут бояться тяжёлых работ, которые, как Юрий Леонидович Болотский сказал, «Эх, ещё какое-то время назад вы бы эту плиту на себе вынесли!» А она весит тонну. Нет, не тонну, но меньше, раза в три, наверное. Да, но тем не менее, просто, конечно, увлечённые люди, мотивированные люди, это очень важно, и для этого нужна среда, в которой будет не только проект с энтузиастами, но и учёные, которые готовы открыто делиться своими знаниями, и научные музеи, которые открывают свои двери и свои экспозиции, и главное умение вообще связываться одним их теозавром и работать в команде. всем. Это, мне кажется, очень важно. Тогда, конечно, ещё и поддержка науки была бы очень важна. Мы на неё надеемся. Да. Вот Архангельский, которого собираются пригласить, если вскроется, он не едет, потому что не нашли череп и так далее. Важное... Надо ещё поработать. То есть как найдут, так он приедет. Так он приедет, да. Потому что по тому, что сейчас мы имеем, невозможно определить. Вот он сделал такие реконструкции их теозавров. Прекрасный конкурс, кстати. С венитриасового возраста, видите. То есть вот так мог выглядеть наш динозавр? Вот так мог выглядеть, да, мог выглядеть. Потому что мы не знаем. Ну, конечно. Разные бывают их теозавры. Вот в этот период существовали их теозавры, которые питались рыбой и как-то всасывали это в себя. А другие их теозавры дробили раковины вот этих аммонитов и этих ракообразных. То есть различный способ добывания пищи у них был. А чтобы определить, какой из них что, эти имели особые зубы, зубной аппарат для того, чтобы дробить раковины. Поэтому важны вот такие признаки челюстной аппарат. Даже вот то, что было найдено в Парисе, по челюстному аппарату моментально он архангельски определил принадлежность. А по одним ребрам может быть это... Ну, есть шанс, что там найдется черепная коробка? Вот просветить. С помощью рентгена просветят эту рыбу, и тогда будет дан ответ. И тогда и архангельские, может быть, явятся сюда. Сначала законсервировать объект, чтобы он не пострадал. Конечно. Это первоочередная задача – это сделать так, чтобы объект был абсолютно сохранен. Надо будет все-таки немножко набраться терпения, прежде чем выставлять вот эту находку в экспозиции. Кстати, у нас экспозиция включает муляжи, их теозавр, поэтому уже сегодня можно посмотреть на то, как они выглядели. Посмотреть уже на непосредственно скелет. Давайте наберемся терпения. Но фотографии уже можно смотреть. Конечно. Видео, как выглядела эта находка. Конечно. Соцсети сейчас полны уже фотографий этой находки. И можно просто представить, разделить вот эту радость ребят, которые нашли. И родителей. И всех нас. И всех нас, конечно. И всех нас, причастных к этому делу. С архангельским я переписываюсь каждый день. Он все время интересуется, что дальше. И говорит, я стучу по деревяшке, чтобы нашли там что-то все внутри. Это глыбы еще. Что-то нашли. Ну, мы будем надеяться, что найдется все-таки там то, что ищут ученые, то, что ищут палеонтологи, то, что ищут биологи, то, что ждет наш Приморский океанариум. Бесконечно, мне кажется, можно об этом говорить. И, к сожалению, мы ограничены временем программы. Но, как только что-то станет известно, мы снова ждем вас в гости, чтобы узнать о том, что... Думаю, будут другие люди. Мы тоже поможем, конечно, ключевых мы пригласим обязательно. Спасибо большое, что пришли. Будем ждать вас еще. Я напоминаю, это была программа «Время говорить». У нас в гостях были Юрий Дмитриевич Захаров, великий аммоничик, сотрудник Дальневосточного геологического института ДВО РАН, Лилия Геннадьевна Кондрашова, руководитель проекта «Наука в путешествии в Приморье», и Вадим Покровский, сотрудник Приморского океанариума. Мы говорили о найденных останках древнего ихтиозавра на русском острове. В студии работала Юлия Рогоцкая. Увидимся на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова